Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами поговорим о руле для Xbox Series X от компании Hori, которым мне дали попользоваться. В этом видео я его распакую, расскажу, как он чувствуется в гонках, стоит ли он своих денег и так далее. Короче, как всегда, все будет честно, объективно и давайте начнем. Начнем, пожалуй, с распаковки и гол его распакуем. В принципе, это то, о чем мы будем сегодня говорить и давайте посмотрим, что там внутри. Внутри данной коробки нас ожидает все, что нужно для аркадного гонщика. Педали, дополнительная подставка для педалей, устройство для крепления руля, ну и, естественно, сам руль. Кстати, коробка и сам руль довольно легкие. Подключается это все очень легко. Для начала крутим подставку под стол. Кстати, подставка устроена таким образом, что, по сути, подойдет абсолютно для любого стола, как и для толстого, так и для тонкого. Педали соединяются с подставкой для лучшего сцепления с полом. Он, кстати, никуда не ездит и подключается через шнур к рулю. Ну а руль, в свою очередь, подключается к Xbox Series или к обычному Xbox One, ибо он подходит и туда, и туда, и даже на ПК. Заходим в нашу любимую гоночку, и, по сути, он без проблем определяется, и вы уже можете начинать играть. Если что, я не спиди-гонщик. Я простой парень, который иногда любит погонять форзу, который в прошлом хотел когда-то себе купить руль. И это говорю для того, чтобы вы понимали, от кого вообще исходит мнение. Я, короче, не профессионал в рулях. Сам руль небольшой, но удобный, поскольку вы с лёгкостью дотягиваетесь до всех нужных вам кнопок. У руля есть, кстати, вот такая вот приятная на ощупь область, которая, кстати, передает весь комфорт. Реально очень классно ощущается. Естественно, есть все стандартные кнопки, кроме стиков. Есть кнопка поделиться, куда уж без неё. Присутствует кнопка для переключения профилей, но об этом я расскажу чуть позже. И есть переключатели скорости, как у спорткаров. Кстати, зацените, какие они шумные. Также есть специальная кнопка, которая переключает режим руля. Если что, у данного руля есть два режима угла поворота. Один на 180 градусов, другой на 270. Я лично выбираю чаще всего 180, для того, чтобы руль был чуть чувствительнее, и его не приходилось жёстко выворачивать в разные стороны. Если что, после поворота руль сам приходит в прежнее положение. Вот так, к примеру, поворачивается на 180 градусов, так на 270. Ну а так, мы поворачиваем на нативную рекламу. Все мы любим ездить по магазинам, ходим в кино, покупаем игры и прочие товары. И все мы любим экономить. Специально для таких, как мы, Тинькофф выпустил лимитированные карты Тинькофф Блэк с тремя уникальными дизайнами на выбор и крутым кэшбэком. Если что, карта предоставляет до 5% годовых на счёт, 1% с любых покупок по карте, до 15% кэшбэка на выборные категории, и до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Если что, кэшбэк приходит не какими-то там фантиками или баллами, а настоящими рублями, которые можно снять даже в банкомате. Если что, наличные можно снимать в любых банкоматах мира, плюс вам будет доступен бесплатный перевоз карты на карту и по номеру телефона в любой бан. Если вдруг вас это особо не удивило, то оформив данную карту по моей ссылке в описании, вы получите карту, которая даст вам 20% кэшбэка на игры. Steam, Origin, PlayStation, Xbox и другие. Также вы получите 15% на Яндекс.Еду, Delivery Club и 10% на App Store, Google Play и Spotify. В общем, если хочешь данную карту, то поторопись, поскольку их выпущено не так много, переходи по ссылке в описании, оформляй и получай хороший кэшбэк со своих покупок. Ну а мы продолжаем. Данный руль я попробовал в игре Dirt 5, Forzy Motorsport 7, Forzy Horizon 4, но чаще всего я гонял при помощи него в Forzy Horizon 4. Ну, поскольку это моя любимая гонка на данный момент. Стайв лось, если считаешь, что Forza Horizon 4 лучшая гонка во всем мире. Я думаю, что лайков на этом видосе будет реально много, потому что это просто шикарный байт. Единственный косяк в этом руле я заметил в игре Forzy Motorsport 7. В этой игре просто не воспринимается режим угла 270 градусов и приходится играть только на 180. Но это немножко объяснимо, поскольку данный руль предназначен для аркадных гонок, а не для автосимуляторов. Признаться, от руля я получил некий новый экспириенс. Да, я раньше играл на руле, но это было один раз на чемпионате Forzy, который я проиграл, ну поскольку я не гонщик. Но там мне удалось поиграть не так долго, поэтому я по сути ничего и не понял. Тут же на руле я рассекал около недели и даже больше. Да, изначально я не мог к нему привыкнуть, поскольку это не геймпад и ощущается очень далеко от реальной езды. Я не чувствовал скорость, не понимал чувствительность и меня вечно заносило. Но с течением времени я понял, что оказывается, нужно более мягко нажимать на педали, а не просто давить в пол. И понял, что рулем нужно крутить чуть порезче, чем в реальной жизни, и все пошло-поехало. Руль, кстати, довольно чувствительный. Единственное, у него сначала ощущалась мертвая зона посередине, если руль ты поворачиваешь прям чуть-чуть. Но для того, чтобы снизить данное явление, в Store для этого руля можно скачать специальное приложение, где можно, в принципе, откалибровать руль и педали под себя, и даже под конкретную гонку. И, соответственно, сделать управление еще более отзывчивым. Кстати, мертвая зона тут тоже настраивается. И как раз та самая кнопка профилей позволяет вам мгновенно переключаться между настраиваемыми профилями. Если вдруг вы не хотите париться, то и без настройок вы тоже, в принципе, можете спокойно играть. Тут чисто дело выбора. Самый кайф от руля я получил именно тогда, когда я поставил изогнутый моник, надел наушники и сел практически впритык. Экран, руль, наушники создали такое офигенное ощущение, что ты прям в игре, прям в реальной машине. Я, кстати, когда выкладывал эту фотку в инсте, многие написали, что и не поняли, что это игра. Кстати, подписывайтесь на мой инсту, там куча сторисов. Когда ты играешь на руле, чувства очень далеки от реальных, но в таком виде было очень комфортно играть. Единственное, мне сначала не хватало от руля, от педалей какой-то обратной связи по типу вибрации, ибо лично я, играя на геймпаде, именно по ней ориентировался, когда меня заносит и так далее. Но так как на руле это сделать очень сложно, ну, обратную связь, я нашел альтернативу в звуке. Мало того, что это помогает в переключении скорости, так еще и в таких вот моментах. Поэтому я настоятельно рекомендую играть в гонки именно в наушниках. Это реально очень важно. Если говорить о руле в общем, то это прикольная тема для аркадных гонок. Ты будто в игре намного интереснее играть, но, к сожалению, профессионально играть на таком руле, наверное, у вас не получится, ибо для такого существует отдельный тип рулей, который стоит во много раз дороже. Данный руль стоит всего лишь около 12 тысяч рублей, и, на мой взгляд, для такого устройства это вкусная цена. Все есть, хорошо работает, комфортно играть, и, в принципе, что еще нужно. Кстати, если вдруг кто-то был в танке, то поговорят, что Forza Horizon 5 выйдет даже быстрее, чем анонсированная Forza Motorsport, а действия ее будут происходить в Мексике, и не знаю, как вы, но я уже готов в нее играть на этом руле. В общем, для тех, кто любит Forza, для тех, кто хотел себе бюджетный руль для аркадных гонок, это прикольное решение, и можете смело брать. На этом, в принципе, все. Вот такой вот обзор. Если он вам понравился, ставь лайк. Обязательно оставляй свое мнение в комментариях, вдруг кто-то пользовался таким рулем. Напишите, как вам. Не забывайте подписываться на канал, и большое спасибо вам за просмотр, и до новых встреч. Я поехал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok